Среди погибших в авиакатастрофе около Алматы двое карагандинцев. Это командир экипажа Владимир Евдокимов и бортпроводница Ирина Кривоносова. Напомним, что 29 января в районе аэропорта города Алматы произошло крушение воздушного судна «Челленджер-200» авиакомпании «СКАД», выполнявшего рейс по маршруту Кокшетау Алматы. Место падения самолета обнаружено восточнее аэропорта вблизи поселка Козелту Толгарского района Алматинской области. На борту самолета находилось 16 пассажиров, в том числе один ребенок и 5 членов экипажа. По информации, семьям погибшим будет им оказана материальная помощь в размере 3 миллионов тенге, а также по линии акиматов в размере 1 миллиона тенге. Один из погибших командир экипажа был нашим земляком. Владимир Евдокимов, летчик с многолетним стажем, в этот день был за штурвалом воздушного судна. Журналистам первого карагандинского удалось найти самых близких пилота. Смотрите специальный репортаж. И не верится как-то. Анатолий Гузенко, командир экипажа разбившегося самолета, видел накануне катастрофы. Много лет опытные летчики работали вместе в карагандинском авиаотряде. Погибшему Владимиру Евдокимову было 57. За его плечами огромный стаж перелетов. 20 лет назад он был инструктором у начинающих пилотов. За все время совершил более тысячи авиарейсов, вспоминает Анатолий Гузенко. А утром вместе ехали на работу. Я летел в караганду пассажиром. А он, как читал, у них вылетел 20 минут раньше, чем у нас. Нормально и обычно. Постояли, похихикали, покурили. Ну, удачи пока, как обычно. Здесь уже в караганде. Анатолий назвал возможные причины падения самолета. По его словам, официальная версия случившегося, плохие погодные условия, не может соответствовать действительности. Туман – это не первый и не последний, в котором Володя и садился, и взлетал. Тут причина не выходит. Это сложная посадка и прочее. Вне видимости земли. И тут нельзя говорить, что погода – это. Это, ну, как фактор, один из аспектов нашей работы. И были сто раз по жизни. Алмата – это очень тяжелый аэропорт. Он зимой в этом отношении. Только не ошибка. Пилота. У Владимира Евдокимова осталась взрослая дочь, которая в прошлом году вышла замуж. К слову, вся семья летчика посвятила жизнь авиации. Супруга в молодости была стюардессой, дочь пошла по стопам матери. Среди погибших была еще одна карагандинка – бортпроводник Ирина Кривоносова, которая, по словам близких, в ближайшее время должна была выйти на пенсию. Анатолий Гузенко ее тоже знал. Тем временем точные причины катастрофы поможет определить расшифровка бортового самописца, которая должна быть завершена в течение 15 дней. Черный ящик отправили в Москву. Расшифровку будут проводить в Межгосударственном авиационном комитете. Будут привлечены независимые эксперты. Сейчас родственники и близкие погибших занимаются опознанием тел. Сейчас на месте крушения самолета работают тракторы и бульдозеры. Расчищают снег, чтобы можно было вывести обломки лайнера. Ирина Камышова, Марат Култенов, 1-й Карагандинский.